Канберра Это нож в спину! Друзьями кинут на крутое бабло, Яд отодвинут, как и мне западло. Прощай, Канберра, ты теперь не мой. Я принять нож в спину! Судьба моя! Она точно ушла от Макрона? Точно! А к кому? К нам с тобой, Джо! Я Джо? Да что ты всё время кашляешь? Президент кашляет, потому что хочет прочистить лёгкие. С другой стороны, лёгкие помогают президенту кашлять во все лёгкие. С третьей стороны, есть такой фильм во все лёгкие. Спасибо, Джейн. Как думаешь, мы поступили бесчестно? Вас мучает совесть? Нет! Гордость! Хорошо, когда женщина есть, чтоб с деньгами и не идиотка. У неё замирает вот здесь, если есть у мужчины подлодка. Мы докажем, что честь это жесть, в нашем деле важна обработка. Мы, Макрона, мордой вниз, шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. А в карман монеточки, цинь-цинь-цинь-цинь. Пускандера лодочкой, бря-бря-бря-бря-бряк. Три-два-распуск и привет, цинь-цинь-цинь! Буду сидеть на берегу и ждать, когда мимо проплывёт атомная подлодка моего врага. Зато Макрону отзеркалили за то, что он в своё время меня отмистралил. У Австралии будут подводные лодки. И это меня беспокоит. Атомные. И это меня беспокоит ещё больше. Ну, у тебя есть друзья. Например, я. И это беспокоит меня больше всего. АПЛОДИСМЕНТЫ Для кого-то между делом кинуть друга некрасиво. Ну, а мы китаем смело, элегантно и игриво. Из-за дружбы уж, конечно, нам трепать не стоит нервы. Ведь в политике успешней только тот, кто кинул первым. Друг – это враг, что с тобой заодно. Враг – это друг после хитрой разводки. Дружба пойдёт моментально на дно, если бабло на кону и подлодки. Дружба идёт моментально на дно, если бабло на кону и подлодки. И чёрт с ними, с подлодками, отдам в конце концов той же Кореи. Северной. Южной. Хотя твоя идея лучше. Дмитрий, вы смотрите «Заповедник»? Конечно. А лайкаете? И лайкаю, и репосты делаю, и колокольчик жму. Вот только без комментариев.